здравствуйте уважаемые подписчики с вами опять я сашок значит сегодня у нас 16 05 2019 год время полпятого вечера такой хоум видео получится все сказать вернулся я лугограда раз я сюда туда свою любимую тропарку естественно я поговорил сергеем предварительно об этом цель была преследуемая мною отвозя я считаю профессиональному ротбилдеру тропару меня не устраивает стало последнее время чуйка данного спиннинга то есть все мы ловим все мы прекрасно понимаем что спиннинг классный спиннинг хороший но по чуйке как бы взяв в руки кощей то же самое да так то вот уступает сильно ради бога короче смысл следующем обратил внимание на зимних рыбалках что когда окунь привередливый берет на очень медленные проводки такие когда вы полоборот катушкой ждете от пяти там до 10 секунд потом следующий вот такая волокита тянется до рыбку поймать хочется то есть у меня кощеев целых три вот один как бы простой второй премиум третий солит ловил я на премиум ловил я грубо говоря на простой почему грубо уже объяснял не раз мой кощей который у меня чуть чуть пожестче чем все остальные но ладно не суть на чувствуешь беру тропару не чувствую окунь подходит начинает что-то пробовать что-то какие-то признаки жизни подавать до вас возле приманки что-то задел что-то тык мэк пык прищипнул прикусил в каще отдает в тропару нет задался вопрос задался вопросом ну опять же таки ребята в группе всем привет извините забыл есть такой товарищ манат рухин с ним немножко потрещали были мысли дикие такие вау я всех их озвучивать не буду но кое-какие идеи он мне подкинул потом уже сергеем когда познакомился опять же таки благодаря марату поэтому марат тебя от меня вечное спасибо огромное вот приехал я к сергею он уже знал что я хочу я ему так накидал в двух словах он посмотрел что за палочка в интернете да и визит что не придумаем но я тебе сказал серега визита не придумаем он и придумал ну верх у меня остался без изменений подумав по кумеков была у меня мысля заменить кольца там еще что-то либо но я понял что палка потеряет свою вот эту вот сопливость не в кольце поставить сюда одна лапы какие дорогие это уже будет не то пропора застую ценят и и дробанной дробь не хватает тунь 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 да прошу любите жаловать на параши собственно 2 сум вот такая ручечка у сереги получилась вот такусенькая красавица растокусенькая значит чем могу сказать ловил я а пока кручу смотрите разглядываете могу так покрутить и ну понятно что крутить вертеть сразу же возникнет короче железки 1 2 3 остались родными что еще ну все остальное его вот значит вес спиннинга составляет при покупке 64 грамма сейчас он у меня весит 51 33 но но у меня в ручке вот здесь и вот здесь стоят арборы арборы это из модельного пластика называется руку ракуту ни много ни мало очень чувствительные арборы ну а в общем по цене я говорить ничего не буду ребят могу сказать что группу сделать такую ручку три с половиной четыре тысячи я думаю там уже от ваших хотел гаечка здесь нижняя делал то есть короче пока я отдыхал серега работал сделал мне так чтобы она мне четко ложилась в руку как я люблю большой палец побольше заходил на бланк чтобы я подушечка это чувствовал бланк здесь соответственно у вас катушка все вы погнали про удочку могу сказать одно извините хочу попросить прощения а тесте вы ее там было поймано в районе там 3-4 окуней но ветер более и сопливость вот это на течение мне не дали желаемого результата то есть у меня смена погоды выкосил там вообще капитально вот и сегодня с утра нечего снимать ребята абсолютно два окуня кое-как ну то есть вообще с таким дыр 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 это просто тасс полный я на все плюнул и в пол девятого я уже был дома немного немало в 4 я был на водоеме и в пол девятого я был дома четыре с половиной часа два куска тут даже бель не гуляет вот сам прикол в том что даже всплесков плотвы не видел была цель половить имени окуня я очень ну я любитель ловить эту рыбу мне она нравится я не ставлю цель там ставлю цель плотву ловить я ее ловлю мне она пардон извините надоело мягко выражаясь грубо говоря мужики меня поймут достала она меня это плотва уже уже будет тошнит от него вот хочу хищника блин мелкого красивого полосатого хищника моего любимого окушка вот ну не берет рыба то есть снимать абсолютно ничего могу сказать то что я поймал то что я поймал работа спиннинга как бы она особо не изменилась да могу сказать следующее что чуйка возросла в разы вот я вам могу сговорю на полном серьезе есть там какой-то шум потусторонний извините сосить сверху делают ремонт вот сюда не там по полу пополам его изют не знаю ровнее чуйка возросла у меня в разы ручку я просил такую же как на коще и потому что заводские верблюда которые выпускаются я не люблю я ее беру мне одну ну да мне вот эти горбы вот эти перевалы какие-то не очень понравилось то что у алексея сделаны каще и я серёгу спросил аду серёж ты чисто чтобы мне браться да то есть катушка держатель и угли да без вопроса это можно все сделать все то есть вот такая красотулечка у меня получилась сейчас секундочку одну извините ради бога так уже позвонил сергей для уточния значит короче ручка сама начиналась отсюда вот где черное пошло да серёга сказал что он не сдвинул то есть помните она тут такая да монолитно на 4 сантиметра он не подвинул переднюю гайку сдвинулся за счет того за счет этого за счет того что если я держался вот здесь раньше грубо говоря да то есть вот так как-то за счет этого меня бланк стал гулять немножко совсем по-другому строй палочки чуть-чуть изменился но они стали еще плавнее и более она стала бы это выразиться до бренд она заводит стала бодрее веселее такая язвить ну как бы пошустрее чуть-чуть она стала не знаю кому понравится не понравится но в общем вот такую штуку мне серёга придумал вот вот такую штуку за что я не несказанно рад ребята еще раз говорю если вы хотите вообще сергеем мы пообщались я уже вот ну как бы выкладывал еще раз могу сказать много чего он не озвучил и самый весь прикол в том что когда мы покупаем спиннинг себе на многие вещи мы вообще не обращаем внимание практически не обращая взял палочку потрях погнул все нормально кольца выставил тык то есть там шлеп глянул ага нормально лак наплывов нет в руке лежит дыр 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 все заворачивайся ну я вам скажу так вот блин ну честно скажу слепой котенок так делает вот и жесткость ребра но все с опытом я все понимаю конечно есть только нюансов на что надо обращать внимание при выборе палки и если вас все устраивает но это мне уже не только сергей ну как бы сергей не подтвердил хочешь нормальную палку под себя берешь то что магазине а потом ее отдаешь его билдеру на переборочку на подгоночку вот так что что я хочу сказать кто хочет вторую жизнь мотаги вторую жизнь может рискнуть мне все понравилось мне чутка самый прикол в том что палочка это аховая в том плане что я ни разу не слышал чтобы ее сломал кто-то либо на рыбе то есть палка форелевая палка достаточно бюджетная да как бы ну переломом но к бюджетному к сегменту относится поэтому таскать на нее можно по моему блины и щук и жерешков и кого-то клее то что ну что сказать вам больше ничего всем приятного просмотра будут вопросы задавайте ставьте лайки ставьте дизлайки короче так далее тому подобное с вами был сашок всем приятного просмотра как бы еще раз говорю арборы здесь очень чувствительные а вот им ссори попрощался как всегда сконно можно еще больше облегчить ну грамм на 5 наверное боль точно может еще больше не знаю сергей не разговаривал ну во первых много зависит от катушка держателя а второе еще от этих арборов арборы здесь достаточно тяжелые но я вам честно говорю за счет этих арборов палочка стала чувствительнее колоссаль звезд неба не хватает нет но то что было это что сейчас это просто небо и земля есть у меня такая же палочка точно такая же в длине метр семьдесят четыре по моему если я не ошибаюсь таким же тестом но это я на следующий год а может быть так вышлю сереге есть у меня задумка но и сделать из за метр семьдесят четыре хотя бы метр восемьдесят если получится я думаю у сереги получится поменять ручку поменять кольца и в нее воткнуть вот такая у меня задумка мне очень интересно что получится ну как бы гоняться за палками покупать что-то новое я пока не собираюсь а это как бы по разумной цене сергей делает адекватные то есть ну как бы можно поэкспериментировать мне очень интересно что получится метр восемьдесят солидом и так далее и тому подобное именно на этом бланке вот именно на этом бланке очень интересно вот теперь всем до свидания всем пока еще раз могу покрутить немножко поближе показать палочку блин а чё вам показать чтобы мне это ну так вот сделано да тут заглушки тут заглушки тут гаечка тут все покрашено грибочек такой симпатичный прям под березовичек да ну все видите все грамотно все красиво ручка начиналось грубо говоря вот отсюда вот отсюда ну все ну серёгу ссылку оставлю в группу его обращайтесь пожалуйста